МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Профессиональный праздник людей, которые выбрали для себя профессию непростую, он очень нужен, очень достойный, очень... Жительница округа Валерия Вахонина стала одной из победительниц конкурса «Всесоюзное общество инвалидов. Территория мастеров». Эти удивительные картины однажды я увидела, когда мне подарили большой календарь. Компетентные ответы на любые вопросы. День открытых дверей в налоговой. Спасибо, что помогают, потому что сложно разобраться нам. Особенно пенсионерам. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. В школе искусств города Видное прошло торжественное мероприятие, на котором за высокие показатели в служебной деятельности работникам полиции были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Слово Натальи Буслаевой. Торжественное мероприятие открыл глава Ленинского городского округа. Алексей Спаский поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов ведомства, а также тех, кто в данный момент находится в зоне боевых действий. День сотрудника органов внутренних дел – это, наверное, один из самых любимых, или, если хотите, уважаемых праздников в нашей стране. Это профессиональный праздник людей, которые выбрали для себя профессию непростую, но очень нужную, очень достойную, очень благородную. За высокие показатели в служебной деятельности 16 сотрудников органов внутренних дел получили ведомственные награды. Государственный инспектор отделения технического надзора ГИБДД Алексей Тарасов отмечен знаком главы за личный вклад в развитие округа. Признается, для него это большая честь. Служба наша заключается в том, чтобы нести надзор за контрольным и соблюдением юридическими лицами нарушений. Также проводим осмотры школьных автобусов, автобусов, которые занимаются детскими поездками, которые перевозят детей на экскурсии от мест проведения занятий. Прекрасным подарком к празднику для восьми сотрудников у МВД стали сертификаты на получение квартиры. Среди будущих – обладатели собственного жилья Екатерина Титр, участковый полномоченный Развилковского отдела полиции. Я очень благодарна администрации, особенно начальнику УВД Астахову Сергею Сергеевичу за предоставленную такую возможность проживать здесь, будь с детьми ближе и почаще, потому что я проживаю в Москве, и время занимает очень долго на дорогу. Как отметил начальник управления МВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Астахов, в этом году к празднику подошли с достойными результатами. Благодаря совместному труду и взаимодействию всех, без исключения служб, в течение года управление удерживает лидирующее место среди районов Московской области. Но самым главным из приоритетов является повышение уровня доверия жителей городского округа. На сцену для награждения выходили следователи, оперуполномоченные, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники дорожно-патрульной службы, водители-полицейские и работники многих других подразделений. День полиции – это действительно по-настоящему общенародный, я считаю, праздник для нашей России. Мы все его празднуем. Для меня это тоже праздник, недавним, прошлым, профессиональный. И, к сожалению, на вашей службе достаточно редкость большая – эти праздники, выходные, потому что, несмотря на личное время, в любое время дня и ночи вы всегда спешите помогать людям. Именно эти люди ежедневно ведут нелегкую борьбу с преступностью, всегда стоят на страже закона и порядка, обеспечивают безопасность жителей округа и часто рискуют жизнью, приходя на помощь в самых сложных ситуациях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Жительница Ленинского округа Валерия Вахонина стала победительницей в одной из номинаций межрегионального конкурса «Всесоюзное общество инвалидов. Территория мастеров». И это еще одно доказательство того, что люди с ограниченными возможностями здоровья способны на многое. Радостное оживление царило в конференц-зале администрации Ленинского округа. Здесь чествовали Валерию Вахонину. Девушка с ограниченными возможностями здоровья занимается живописью. В прошлом году даже был выпущен календарь с ее работами. Эти удивительные картины однажды я увидела, когда мне подарили большой календарь. И там было много замечательных цветов разных. И я с этим календарем встречала каждый новый месяц года. И вот прошел ровно один год, и вдруг наша Валерия выиграла конкурс. Победа в межрегиональном конкурсе «Всесоюзное общество инвалидов территории мастеров» – очередное признание ее таланта. В конкурсе приняли участие 187 человек с инвалидностью из 14 регионов Центрального Федерального округа. Так что победа далась нелегко. Тем приятнее подарки. Поздравить победительницу помимо руководства администрации округа пришли сотрудники Дворца культуры «Видное» и представители местного отделения партии «Единая Россия». Естественно, все не с пустыми руками. И это тебе однозначно пригодится. Это набор для творчества. Это краски. Будешь рисовать и радоваться дальше своими прекрасными работами. Согласна? Да. Спасибо. Держите. Получила награды и подарки и преподаватель живописи Елена Климашина, благодаря которой раскрылся талант Валерии Вахониной. Пример девушки показывает, что для людей с ограниченными возможностями здоровья в творчестве нет границ. Максим Козлов, Александр Логинов, Кульнара Балаева. Видное ТВ. Междорайонная ФНС России номер 14 по Московской области провела для видновчан день открытых дверей. Каждый налогоплательщик смог получить ответы на интересующие вопросы, детали у Инги Янчук. Налоговые инспекции многолюдно. Жители пришли решить насущные проблемы. Произвести уплату налогов, покрыть задолженности, если таковые есть, и получить консультацию сотрудников. Кто забыл пароль, мы всем личный кабинет открываем, чтобы они могли просмотреть, чтобы могли налоги заплатить через личный кабинет, показываем, как это делается. Сотрудники инспекции помогают каждому в решении сложных вопросов и уведомляют, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию о доходах, как правильно заполнить документы и какими электронными сервисами федеральной налоговой службы можно воспользоваться. Налоговая служба проводит дни открытых дверей для того, чтобы налогоплательщики, те, у которых есть вопросы, могли прийти в инспекцию, задать, решить их, получить налоговое уведомление, а также оплатить своевременно те начисления, которые сделаны. Мы ответим на два самых популярных вопроса. Где можно произвести уплату налога? Оплатить налог, налоговое уведомление можно также в этом году в МФЦ. В любом терминале, в личном кабинете, онлайн. И в этом году еще налоговое уведомление можно получить на сайте госуслуги. Какие санкции последуют за неуплату налога до назначенного времени? Пойдут пене. Если срок оплаты наступил 1 декабря и налогоплательщик не оплатил, соответственно, 2 декабря пойдут уже пене. Но, опять же, это зависит от суммы. Какие будут пене, это все зависит от суммы налога. Каждый, обратившийся в инспекцию в день открытых дверей, получил ответ на свой вопрос. Все приветливые, никаких очередей практически. Вот пришел, получил уведомление, заплатил и все. Спасибо, что помогают, потому что сложно разобраться нам, особенно пенсионерам. Напоминаем, что физическим лицам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря 2023 года. Инга Янчук, Сергей Ларин, Видное ТВ. В заботливых руках профессионалов рождается новая жизнь. Такие специалисты работают в Видновском перинатальном центре. Об очередном сложном случае со счастливым исходом Юлия Стаферова. Видновский перинатальный центр оснащен самым современным оборудованием и технологиями, благодаря которым врачи спасают маму и ребенка. Медицинское учреждение специализируется на выхаживании недоношенных детей, а также помогает роженицам с акушерскими патологиями. Мила Ипатова с диагнозом вырастания плаценты приехала сюда из Иркутской области. Когда мне поставили диагноз вырастания плаценты, я начала искать варианты для органосохраняющей операции. Наш регион не особо мне мог что-то предложить. Нужного специалиста Мила стала искать через интернет. На ее просьбу откликнулись бывшие пациентки перинатального центра и порекомендовали Илья Сокуликова, акушера-гинеколога высшей квалификации и кандидата медицинских наук. Девушка незамедлительно с ним связалась. Я ему написала, и он мне ответил тремя словами «приезжай, все решим». Я ставила номер телефона, и я ему позвонила. Наш разговор был не очень долгий, и я поняла, что мне здесь помогут, и меня здесь будут ждать. Мила приехала в Винновский перинатальный центр на обследование. Через некоторое время ей провели операцию, которая прошла успешно. 26 октября на свет появился мальчик. Его назвали Мирон. Счастливые родители принимают поздравления. Ну, вас от души, от души поздравляем с рождением прекрасного малыша. Ну, и с тем, что волшебным образом такой непростой случай в твоей жизни завершился чудесно. Благодаря опытным врачам перинатального центра Мила и Иван Ипатовой стали многодетными родителями, так как в семье это уже третий ребенок. Юлия Астаферова, Ольга Садовская, Видное ТВ. А теперь рубрика «Афиша», и мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие выходные. В субботу, 11 ноября, в 13 часов, в музее-усадьбе Горки Ленинские состоится путешествие в прошлое с финансовым консультантом в рамках проекта «Большие деньги» Зинаиды Морозовой. Билеты в кассах музея-заповедника. В 14 часов центральная библиотека приглашает на творческий мастер-класс «Юный кондитер». Внимание, занятие платное – 400 рублей. Мероприятие для детей старше 7 лет. Также в субботу на сцену Дома культуры «Буревестник» села Молокова выйдет театр «Танцы Гюнеш». С программой «Танцует солнце» коллектив ждет зрителей к 18 часам. В воскресенье, 12 ноября, библиотека поселка Новодрожино приглашает детей и их родителей на праздничную программу «Мы все друзья и братья», приуроченные к Дню толерантности. Начало в 14.00. Вход свободный. Также в воскресенье пройдет экскурсия погружения кино в горках. Все об истории съемок фильмов на территории музея-заповедника. Начало в 16 часов. Желаем вам хороших и приятных выходных. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»